Оказывается, в бразильских ресторанах с посетителя берут штраф, если они не доели заказанное. Это несколько разница с нашей традицией, когда посетители недоеденное уносят с собой. Еду, приготовленную по рецепту нашего повара Умаха и Булаевны, еще никто не оставлял недоеденной. Рубрика «Учимся готовить» откроет наш сегодняшний эфир. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня продолжаем нашу передачу в кулинарной студии. Все продукты, которые мы сегодня используем, нам предоставил супермаркет «Гурмания», где можно приобрести все по списку, необходимое для хозяйки. Начинаем! Что нам понадобится? Ну, знаете что? Я уже приготовила пюре и овощи, то, что вы здесь видите. У нас будут сегодня котлеты из картофельного пюре, начиненные свежими грибами. Но сначала мы приготовим начинку. Обжарим грибочки. Без лука какой же вкус грибов. Вот мы измельчили репчатый лук. Слегка прожарим и добавим грибочки. Вот так на шинковаре. И немного зелени нам понадобится. Конечно, для аромата болгарский перец. Все режем кубиком. Вот лучок вроде бы готов у нас. Добавим грибы. На сухарях мы приготовим себе полуфабрикаты. Где-то вот грамм 150. Берем картофельное пюре. Придаем форму лепешечки. И так несколько штук. Сколько вам понадобится для вашей семьи. Сегодня мы начиняем грибной начинкой. Но вы можете использовать любую овощную. И даже мясную. Вот такая красивая начинка у нас сегодня. Теперь выкладываем наверх начинку. Вот так. Скрепить края, приготовить из зелья. Можно овальной формы. Даже круглой можно. Я, наверное, вам сегодня приготовлю овальной. Вот слегка. Видите, как я собрала края собрать. Мы продадим форму. Слегка можно с двух сторон заостренную. И при повышенной температуре можно их шарить. Потому что внутри вся начинка готовая. Мы только обжариваем сверху. Масло можно немного увеличить. И при средней температуре начинаем обжаривать. Можем подготовить подачу. Обратите внимание на форму. Выкладываем сразу на блюдо, на которое будем подавать. Картофельные изразы с начинкой можно подавать любым салатом. Легким салатиком. Ну и, конечно, с соусом. Можно сметаной. Можно красный основной соус приготовить. Сегодня я просто с овощами я вам подам. Без соуса. Потому что они у меня начинка очень сочная и нежная. Я могу их подать просто без соуса. Наше блюдо готово. Приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok